Музей ВДВ Музей ВДВ В Рязани всего 7 пешеходных переходов, оборудованных специальными звуковыми сигналами, по которым ориентируются слабовидящие люди. Установлены они в местах массового проживания и около социальных объектов, которые часто посещают инвалиды по зрению. С помощью специального шумомера был замерен шум звукового сигнала. Он не соответствует ГОСТам. То есть практически не слышно. Мы даже наблюдали сцену, когда слепая женщина не могла перейти, потому что она его просто не слышала. Между тем, как выяснилось, светофоры эти совсем не помогают слабовидящим людям переходить дорогу. Звуковые сигналы настолько тихие, что за шумом проезжающих автомобилей расслышать разрешающий сигнал просто невозможно. Каждый день я хожу на работу. И когда иду на работу, я перехожу в этом месте. Если честно, это просто с риском для жизни. Потому что, во-первых, трудно найти то место, где нужно перейти правильно улицу. Если возьмешь чуть левее или чуть правее, то можно попасть на заграждение. И тогда приходится идти вдаль проезжей части и просто не знаешь, как попасть на тротуар. Это раз. И во-вторых, страшно переходить от улицы, оживленное движение. И приходится постоянно надеяться на помощь окружающих. Очень неприятно. Совместно с активистами ОНФ представители общества слепых проверили несколько светофоров. Выяснилось, что звуковые сигналы в шести из семи случаев не соответствуют ГОСТу. Рядом с библиотекой для слабовидящих детей и предприятием, на котором работают инвалиды по зрению, звуковые сигналы отключены вовсе. Отключены сигналы и на самых крупных пешеходных переходах Рязани, на площади Победы и площади Ленина. Обратят ли внимание на эту проблему местные власти вопрос. А пока слабовидящие люди вынуждены ежедневно рисковать жизнью, просто пытаясь перейти дорогу. У Рязанского музея истории ВДВ появилась 3D-версия. Теперь экскурсию можно совершить, не выходя из дома, а перемещаясь с помощью курсора. Такие прогулки имеют и музыкальное сопровождение. Но увидеть историю крылатой пехоты, тем более в преддверии праздника Дня защитника Отечества, Рязанцам стоит воочию. Потому что здесь, как ни в каком другом музее, ее рассказывают живые легенды. И вот перед вами ветеран Великой Отечественной войны Владимир Андреевич Нюц, он до сих пор в строю, является одним из экскурсоводов в нашем музее. По поводу этого памятника, ребята, история создания этого памятника такова. Памятник советскому воину-освободителю в Берлине. Знаменитая 13-метровая бронзовая фигура советского солдата с девочкой на руках и мечом, рассекшим фашистскую свастику. Прототипом для скульптора послужил солдат Красной Армии, спасший немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году. Так начинает свою экскурсию ветеран ВДВ, участник Великой Отечественной войны и бессменный хранитель реликвии крылатой пехоты Владимир Инюцин. 74 года, и это только его трудовой стаж. Владимиру Инюцину в преддверии праздника исполняется 90, а он даст фору многим молодым коллегам. Изобразил в скульптуре спасенную девочку. Символ доброты, благородства и так далее. Ну, а меч разрезает фашистскую свастику. Кто к нам с мечом придет, тот отмечает и погибнет. Лабиринты залов приобретают особый, несвойственный обычным музеям дух живой истории, когда ее рассказывает настоящая легенда. Школьники, затаив дыхание, слушают о том, что натурщиком для создания всемирно известного монумента, оказывается, был сослуживец и товарищ Владимир Андреевича. Его подозвали, он представился, он ему говорит, Ваня, вот я выиграл конкурс, буду лепить фигуру воина-освободителя, которая будет установлена в Берлине, в Трэптоф-парке. Ты мне, волк мне, я буду лепить, а ты будешь стоять, держать девочку. Он потом мне рассказывал, наряд не ходить, картошку не чистить, стройкой не заниматься, девочка держит. Говорит, да я буду держать его хоть целый день, хотя потом рассказывал, тезон был труд для него. А вот он показывает витрину, на которой экспонаты – это его личные вещи. Благодарность его к Сталина, трофеи мой, бритва, которую я, так сказать, в качестве трофея. Ну, зашел в квартиру, мне нужна была бритва, я взял, считаю трофеем. Ну, фотографии. Вот Иванов, наш командир дивизии. Это символический ключ от города Вены. За каждой вещью, которая находится в музее, целая жизнь отдельных, очень мужественных, сильных духом людей. Игорь Сарычев тоже мечтал водить сюда своего сына и рассказывать о подвигах десантников. Но ему не суждено было увидеть ни первых шагов, ни то, как Артем пойдет в школу. Он погиб в 99-м в Чечне при исполнении служебного долга, когда Артему было всего 4 месяца. И сегодня десятиклассник уже сам рассказывает о подвиге отца, о том, что обязательно последует его примеру и тоже станет военным. Сегодня музей ВДВ не только самое большое в стране собрание экспонатов, связанных с крылатой пехотой. Здесь есть кем и главное кому передать не только воспоминания, но и жизненные установки, которые особенно важно звучат в преддверии праздника – Дня Защитника Отечества. В турне по глубинкам России спецпоезд партии ЛДПР, который ежегодно колесит по всей территории страны, прибыл и в Рязань. Депутаты Государственной Думы от партии ЛДПР лицом к лицу встретились с рязанцами и ответили на их вопросы. Агитпоезд ЛДПР называют поездом помощи, потому что на каждой станции юрист ЛДПР разворачивают мобильные приемные, где принимают обращения и пожелания людей. Кому-то достаточно грамотные консультации прямо на месте, а чьи-то обращения оформляются и направляются в различные инстанции. Частью из них занимаются депутаты Государственной Думы от ЛДПР, а самые сложные идут на стол председателю партии Владимиру Жириновскому. На станции Рязань-1 такой поезд встретила Анна Герцовская. Несмотря на вечернее время и легкий морозец, пообщаться с депутатами партии ЛДПР решили многие горожане. Спецпоезд прибыл в наш город в 20.10 по местному времени. В этот вечер все свои пожелания, претензии и проблемы можно было написать лично Владимиру Жириновскому. Все запросы граждан обрабатываются и анализируются в обязательном порядке, после чего происходит внесение соответствующих изменений в закон. Задача депутатов, конечно, после каждого поезда внести комплекс поправок, чтобы, помогая на малом конкретном деле, конкретным депутатским запросам, устранить причины, по которым стала эта проблема возможна. А это уже законодательная деятельность. Владимир Жириновский отправил в Рязань 10 депутатов Государственной Думы. У лидеров партии было 40 минут для того, чтобы обсудить с горожанами самые важные проблемы. У рязанцев накопилось столько вопросов, что депутаты с трудом успевали на них отвечать. В любом случае, для горожан всегда открыты двери регионального отделения партии. Оно находится по адресу улицы Вокзальная, дом 11. Мы регулярно ведем прием граждан, каждый четверг с 9 до 6 вечера. Граждан обращается очень много, очень много составляем депутатских запросов, направляем и помогаем гражданам. Граждане за это нам благодарны. Те рязанцы, которые уже имели опыт обращений в партию ЛДПР со своими проблемами, рассказали, что их вопросы разрешились. Некоторые пришли со своим обращением впервые и очень надеются на удачный исход дела. Принцип такой, что если не решается на одном месте, то это идет в вышестоящие куда-то место. И там доходит непосредственно до Жириновского. Если уже возьмется Вадим Вольфович, то, соответственно, там решится 100%. За что мы платим капремон, за что мы текущий ремонт платим, если ничего не делается? Мы сфотографировали все дома и написали обращение. В этот вечер о своих проблемах рязанцы говорили открыто. Юристы партии ЛДПР получили множество обращений. Сами депутаты отмечают, что проблемы по всей стране бывают совершенно различные. И все зависит от конкретного населенного пункта. Конечно, первая проблема, первый вопрос – это низкий уровень доходов граждан, пенсии и зарплаты. Это огромный рост цен, непропорциональный росту доходов несоциально защищенных слоев граждан. И, конечно, всех раздражает эта несправедливая и непрозрачная сфера оплаты жилищно-коммунальных услуг. В следующий раз услышать рязанцев и пообщаться с ними лично депутаты ЛДПР смогут 20 февраля. Спецпоезд фракции посетит Михайлов, Ряжск, Скопин, Кораблино и Александр Невский, где кроме консультаций граждане получат и памятные подарки от партии ЛДПР. Сотрудники рязанской полиции, преподаватели рязанского филиала Московского университета МВД России провели в одной из рязанских школ урок мужества, на котором рассказали старшеклассникам о службе в полиции. Основу такого урока узнала Оксана Тебенихина. Полицейские рассказали старшеклассникам о службе в органах внутренних дел, продемонстрировали возможности оснащения эксперта-криминалиста, а также образцы огнестрельного оружия и снаряжения, стоящего на вооружении полицейских спецподразделений. На здании школы номер 5 установлена мемориальная доска, посвященная выпускнику школы Андрею Фирсову, погибшему при исполнении служебного долга. Полицейские курсанты и преподаватели Рязанского филиала Московского университета МВД еще раз напомнили учащимся о подвиге Андрея Фирсова, рассказали об этом внимательном и воспитанном парне. В 2007 году воспитанник школы номер 35 и выпускник Рязанского филиала Московского университета МВД, проходивший службу в органах внутренних дел Рязанской области, был направлен в командировку и погиб при исполнении служебных обязанностей в республике Ингушетия. Посмертно Андрей Фирсов был награжден орденом мужества. В данный день мы провели урок мужества, почтили память Андрея Фирсова. Ну, я думаю, это необходимо для воспитания подрастающего поколения, чтобы чтили тех людей, которые отдали жизнь за их дальнейшее процветание и обучение. Школьники хорошо знали о судьбе сотрудника органов внутренних дел Андрея Фирсова, но вновь с уважением обратились к этой теме, которая служит для них примером патриотизма и верности долгу. Старшеклассники и учителя средней школы номер 35 поблагодарили полицейских за интересную встречу, а сотрудники полиции, в свою очередь, поблагодарили школьников за сохранение памяти о коллеге. В будущем году полицейские планируют встретиться уже со следующими старшеклассниками школы номер 35 города Рязани. В эти дни в Рязанском бассейне «Аквамет» проходит открытое первенство города по плаванию среди юных пловцов. На соревнованиях побывала Ирина Ковалева. Около 200 ребят из Рязани и семи районов Рязанской области на протяжении двух дней боролись за возможность поучаствовать во всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин», которые пройдут в апреле в Санкт-Петербурге. Соревнования подобного отборочного уровня могут проходить исключительно на базе тех спортивных сооружений, которые внесены в реестр Минспорта Российской Федерации. Так что в этом году открытое первенство города Рязани по плаванию среди детских спортивных школ решили провести в бассейне РязГМУ «Аквамет». На базе этого же бассейна сегодня проходят и тренировки спортсменов. Так что и тренеры, и юные пловцы уже успели по достоинству оценить высокий уровень оснащенности этого бассейна. Бассейн очень шикарный. Мы очень благодарны руководству, которое всегда идет нам навстречу и предоставляет бассейн соответствующим всем стандартам. То есть здесь и электроника, и тумбочки стартовые. Хорошая вода и отличные условия позволяют спортсменам не отвлекаться на мелочи и сосредоточить свое внимание на поставленной задаче. По всей видимости, в первый день соревнований у них это неплохо получилось. Во всяком случае, судьи результатами рязанских спортсменов довольны. Очень хорошие результаты. Ребята усилили свою подготовку. Результаты достойные, чтобы отобраться на всероссийские соревнования веселого дельфи в Санкт-Петербург. Сами же юные пловцы перед вторым решающим днем соревнований, хотя и нервничали, но настроены были по-боевому, как и полагается настоящим спортсменам. Реально оценивали результаты первого дня и ставили перед собой четкие задачи. Первую дистанцию 200 комплекс я проплыла хорошо, я улучшила время, а вторую дистанцию я проплыла не очень хорошо. Поэтому сегодня мне надо очень хорошо проплыть, чтобы попасть в восьмерку и поехать в тысячу. Команда из восьми мальчиков и восьми девочек будет формироваться по сумме трех дистанций, которые юные спортсмены должны проплыть за два дня соревнований. Конечно, для каждого из них важно попасть в команду победителей, но как бы банально это не звучало, они понимают, что главное отнюдь не победа. Да, главное участие, потому что лучше поучаствовать, набраться опыта, а потом, если будет много опыта, потом ты все равно победишь. Действительно, в спорте главный настрой и желание побеждать. Все это у наших рязанских спортсменов есть, а значит, их наверняка ждут высокие награды. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok